Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами анализируем состав сыворотки для кожи головы, смываемой для укрепления волос от Jura Sexpa. У этой сыворотки необычное использование. То есть после мытья шампунем вы наносите эту сыворотку на кожу головы, массируете аккуратненько кожу головы подушечками пальцев. На длину волос вы наносите любой подходящий вам бальзам. В идеале, поскольку общее время экспозиции, время выдерживания этих бальзамов на волосах должно быть достаточно большим, то есть в идеале минут 15-20, длину волос вы можете обернуть, например, пищевой пленкой, заодно у вас получится такая восстановительная процедура для длины. И через 15-20 минут вы все вместе сразу же смываете. Чем это хорошо? В этом бальзаме, в этой сыворотке, в отличие от спрея для кожи головы, не смываемого, большая концентрация пальмы Сабаля, именно вот здесь сыворотки. Мы, к сожалению, большую концентрацию пальмы Сабаля в сыворотку для кожи головы ввести не можем. Почему? Потому что тогда сыворотка будет очень сильно утяжелять. Потому что в пальме Сабаля у нас работающими являются липостерины, они жиро-растворимые, они даже в спиртах плохо растворяются. И, соответственно, их приходится вводить в рецептуру, если в начальной концентрации, то через салибилизаторы. И это всегда будет приводить к утяжелению волос. То есть спрей сформулирован так, чтобы его можно было использовать каждый день между мытьем головы. А вот эта сыворотка используется именно после мытья головы, смывается затем водой и, соответственно, уже не утяжеляет волосы. Но за время выдерживания на коже головы у нас активные вещества успевают подействовать. Поэтому одно другому не мешает, а дополняет и имеет смысл использовать, вот, например, особенно в периоды выраженного избыточного выводения волос, и то, и другое. То есть и сыворотку для укрепления волос, которая смывается с кожи головы, и несмываемый спрей, который будет поддерживать постоянно на коже головы концентрацию активов. Группа активов в сыворотке точно такие же. Здесь никто ничего, пока другого, к сожалению, не придумал. Золотой таблетки на сегодняшний день нет. В любом случае, когда мы с вами говорим о выпадении волос, мы с вами работаем на две цели. Первое – это улучшение кровообращения. И второе – это блокировка гормональных причин выпадения волос. Прежде всего, это уменьшение концентрации дегидротесостерола ДГТ в коже головы и снижение его способности подействовать негативно на корни волос. А ДГТ у нас, к сожалению, вредит волосам аж по трем механизмам. То есть он такой на все руки немножко мастер. И механизмы эти не очень хорошие. Первое – дегидротесостерон умеет снижать пролиферацию клеточек корней волос. Что это значит? Это означает, что у нас замедляется размножение и созревание новых клеточек волоса. А в норме, в активной фазе роста, у нас в волосяном сосочке постоянно-постоянно-постоянно размножаются новые клеточки. Они созревают и как росток просто выдавливаются через фолипулы. Соответственно, волос растет именно как росток растения. В результате, как только у нас замедляется размножение новых клеточек волоса, замедляется их созревание, у нас и уменьшается скорость роста волос, и постепенно уменьшается диаметр волоса, потому что просто не хватает интенсивности белкового синтеза на то, чтобы обеспечить вот этот объем, количество кератиноцитов новых, которые появляются для роста волоса. То есть, первое, у нас ДГТ уменьшает пролиферацию, соответственно, и скорость роста волос уменьшается, и диаметр потом будет уменьшаться. Второе, у нас ДГТ ускоряет запрограммированную смерть клеточек корней волос, ускоряет апоптоз, а при определенном проценте апоптоза у нас корни волоса переходят в спячку. И ДГТ еще и напрямую усиливает синтез фермента, особых распаза-3, который, точнее, фермент, разрушает белок волоса. То есть, вот в плане воздействия на волосы, на мышцы ДГТ действует совершенно замечательно, на волосы действует совершенно плохо. И поэтому мы как раз и бились, создавая этот продукт, над возможностью дать экстракт пальмы Сабали в значимой базировке, при этом как-то избежать утяжеления волос. Почему? Потому что пальма Сабали у нас обладает совершенно замечательным, таким многофакторным механизмом действия. Она сразу же, точнее, вот липостерина из экстракта пальмы Сабали, во-первых, уменьшает превращение тестостерона, который слабо активен, в дигитротестостерон, который как раз высоко активен, то есть волосам-то будет вредить именно ДГТ. Пальма Сабали как раз уменьшает примерно до 50%, причем очень эффективно, чувствительность рецепторов на андрогены. Это те рецепторы, за счет которых ДГТ действует на корни волос. То есть если даже ДГТ будет в коже головы много, но при этом рецепторы мы наполовину заблокимы, у нас одно и то же количество ДГТ подействует уже в два раза слабее. То есть это очень-очень важный механизм, очень интересный. И здесь, именно в плане этого механизма, пальма Сабали у нас очень эффективна. Кстати, шишки хмеля очень похоже работают, просто по ним пока набрано меньше доказательной базы в плане борьбы с выпадением волос. Но это вот как раз получается такая синергичная связка, которая как раз будет основную эффективность обеспечивать в плане блокады гормональных причин выпадения. Плюс, мы с вами об этом уже часто говорили, нам всегда нужно биться за кровообращение. Почему? Потому что на такой интенсивный белковый синтез, на постоянное размножение и созревание кинкетчик требуется очень много энергии. Поэтому у нас волосяной сосочек сидит прямо на пучке кровеносных сосудов, то есть на максимум питания. И как только в результате стресса, это нормальная реакция на стресс, она всегда происходит, у нас идет спазм периферийного кровообращения, то есть спазмируются вот эти кровеносные сосуды, у нас уменьшается питание волосяного сосочка. Естественно, как только корень волоса попал в ситуацию нехватки питания, у него идет тоже нормальная абсолютно защитная реакция, он уходит в спячку до лучших времен, пока его начнут лучше кормить. И, соответственно, как только больше процента волос, чем должен быть в норме, уходит в фазу сна, мы это с вами видим, как избыточное выпадение волос, мы начинаем паниковать, а паника – это еще больше стресс, поэтому первое правило – не паниковать. И начинать систематично использовать те продукты, которые будут как раз вот на эти две самые основные причины такого бытового выпадения волос и воздействовать. Из экстрактов нам здесь с вами очень важны для воздействия именно на кровообращение экстракт Готукола в первую очередь и витамин В3. Это вот та композиция, которая будет работать на кровообращение. Кстати, экстракт листа крапивы – это у нас тоже гормональный механизм, причем крапива достаточно сильно на это работает, но по ней пока не набрана тоже доказательная база именно по выпадению волос. Хотя в народной медицине крапива не только для выпадения волос, как средство с такой прогормональной активностью активно используется. Но и раньше экстракт крапивы использовался для приема внутрь, когда нужно было, например, сместить цикл. То есть на самом деле крапива работает очень-очень сильно, но, как я сказала, просто пока не набрана доказательная база официальной. Лопух тоже очень хорошо работающий на выпадение экстракта, но, опять же, с меньшей доказательной базой и с меньшей эффективностью, чем пальма-сабали. То есть все равно пальма-сабали шишки хмеля – это то, что самый высокий эффект здесь оказывает и обеспечивает длинную долю работы вот этого продукта. Лечебная соль. Что такое лечебная соль здесь? Это соль рапан. Это у нас необычная морская соль. Это соль так называемых реликтовых озер. И дело в том, что во всем океаническом бассейне современном состав морской соли и океанической примерно одинаков. Это на 97% обычная поваренная соль, которую мы с вами на кухне пользуемся. А вот как раз соль реликтовых так называемых озер, то есть изолированных соленых озер, которые формировались еще несколько десятков миллионов лет назад, там остался минеральный состав такой, который был в Древнем море, в Древних морях. И он принципиально отличается. То есть там содержание хлорида натрия всего 17-20% против 97% в обычной морской соли. А оставшиеся 80% уходит как раз на лечебные соединения минералов, которые нам и нужны. То есть соединения магния, кальция, калия, там есть даже редкоземельные, кстати, в соли рапан, заметные уже работающие концентрации редкоземельных элементов, в первую очередь это германия и селен. Кстати, за счет соединения германии сейчас, по последним данным, обеспечивается эффективность того же, например, экстракта женьшеня. То есть очень четко от содержания германии в почвах зависит, насколько эффективным или неэффективным будут экстракты женьшеня, которые выращены на этих почвах. Вот лечебная соль, к сожалению, там не выделены пока конкретные активные компоненты, которые отвечают за эффект, но у нее есть потрясающая способность. Она на 80% увеличивает пролиферацию и фибробластов, и молодых клеточек. Вот фибробласты нам важны для молодости кожи, для борьбы с морщинами, но в том числе увеличивается пролиферация и молодых клеточек корня волоса, что крайне важно, потому что как только мы увеличиваем пролиферацию и дифференциацию, у нас тут же увеличивается скорость роста волоса, у нас волос становится толще по диаметру и прочнее, и он не уходит раньше времени в фазу сна, потому что как раз интенсивности белкового синтеза оказывается достаточно для того, чтобы волос весь отмеренный ему генетикой срок находился в фазе активного роста. Все остальные компоненты – это уже технологическая обвязка. Про витамин В5 пантенол, во-первых, увлажнитель, во-вторых, снижающий воспаление компонент, для того, чтобы улучшить переносимость всех вот этих активов для кожи, головы крайне желательно, альгинат из бурых водорослей, тот самый, из которого альгинатные маски делаются, это просто гелеобразователь, чтобы сделать нужную текстуру, чтобы было удобно наносить бальзам на волосы, витамин В5, здесь я не выделила чистый у нас увлажнитель, а витамин С – это просто антиоксидант для вот этих экстрактов, стабилизатор рецептуры, кислоты, янтарные, молочные – просто корректор ПАЖ, потому что ПАЖ на коже головы, он у нас чуть ниже, он более кислый, чем в норме, чем ПАЖ кожи, соответственно, где-то 4,5-5 нам необходимо держать ПАЖ, и используем мягкий консервант Шерамикс, наш стандартный. В результате, что мы с вами получаем? Мы получаем достаточно сильнодействующее средство, которое важно правильно использовать. Правильность использования здесь прежде всего – это время выдержки, то есть по-хорошему, не меньше 15, а лучше 20 минут его нужно держать на коже головы. Делать это нужно регулярно, в идеале не реже, чем 2 раза в неделю, и очень-очень желательно сочетать, или если вы используете это реже, например, раз в неделю, редко моете волосы, тогда вот такую сыворотку обязательно нужно сочетать со спреем несмываемым, в котором меньше концентрация пальмы Сабаля, и технологически это сделано для того, чтобы как можно меньше утяжелять волосы, но для того, чтобы у нас между мытьем головы все время на поверхности кожи головы поддерживалась нужная концентрация активных веществ. Вместе в комплексе, опять же, если, например, подбираете себе комплекс для ухода, то в первую очередь что нужно купить – это как раз несмываемый спрей и вот такую сыворотку. Все остальное можно использовать, там, ваше привычное, что-то другое, то, что работать в первую очередь будет вот эта сыворотка и тот спрей, который несмываемый для кожи головы, все остальное уже вторично. На сегодняшний день пока все, всем отличного дня!